На пляже, где перевернулся и затонул многострадальный бункировщик Делфи, появился забор. Доступ к пляжу теперь ограничен, а цель установки ограждения не сообщается. В то же время в мэрии уточняют, что все это в рамках подготовки к операции по поднятию судна. Больше подробностей знает мой коллега Ильяна Ксенов. Похоже на то, что многократные обещания судовладельцу убрать танкер Делфи, тем самым лишить Одессу печальной достопримечательности, могут быть выполнены. 18 июня на пляже, где затонул танкер, появился вот такой забор с предупреждающими надписями о том, что доступ на пляж ограничен и посторонним здесь не рады. Отмечу, что забор появился лишь на одной стороне пляжа, с другой, которой примыкает корма затонувшего судна, его нет, да и уже установленное заграждение лишь частично закрывает доступ к пляжу, чем с удовольствием пользуются те граждане, которые ищут спасения от жары в воде. Сейчас на пляже достаточно людно. В мэрии сообщили, что установить забор не их идея, она принадлежит подрядчику, которому поручили поднять судно. Однако не о сроках, равно как и о технологии, по которой они будут проводиться, ничего не известно. Ранее губернатор Одесской области заявил, что судно будут поднимать с помощью специальных надувных подушек. Больше никаких подробностей чиновник не сообщил. Как и прежде, на пляже дежурит спасатель, но он свободно пропускает отдыхающих за заграждение. Напомню, недавно команда репортера выяснила, что судно представляет большую экологическую опасность. Из его емкости систематически вытекают остатки топлива. Маслянистые пятна покрывают воду и разносятся по всему побережью, а установленные боновые заграждения с разливом нефтепродуктов не справляются.